Мы из России. Руссия. Руссия? О, друг! Недалеко от Средиземного моря, у деревни Лакифли. Это Хадарбей. А вот там чуть повыше Лакифли. Здесь Хадарбея. Дерево очень древнее. Дерево диаметром вся с половиной метров, а вот стоит 21. А возраст ему более тысячи лет. Вот дайте Бигараби. Средиземное море. Мы к нему ехали 11 дней. 11 тяжелых дней. Такое страшное грязное, какое-то озеро просто. Как сказала Лена. Дерево в Кифре маленькое. Все вокруг зелененькое, цветут то ли апельсины, то ли еще что-то. В общем, везде сады. Вот самое главное отличие, это сады. Блин, пошли вернемся. Ух, какой мягенький оказывается, да? Офигеть, это пахнет. Пахнет, да, пахнет прям. Блин, это мандарин. Это мандарин. Это мандарин. Просто огромный. Ааа. Итак, пробуем. Волнительный момент. Теплая, она прям теплая. Бутылки, все как обычно. Это, к слову, о том, что пляжи какие отличаются Черного моря или Средиземного. Грязь везде. Грязь от людей, а не от моря. Здесь по внешнему виду и по надписям все больше арабское, нежели турецкое. До границы с Ливаном здесь 23 километра. Едем мы дальше, в сторону Мерсина, в сторону Каппадокии. А это вот как раз гора Мустак. И вот там был поселок Вакефли, в котором мы были 3 километра в сторону центрального пляжа. Смотрите, какая грязь. Смотрите, грязище похлеще нашей будет. И мы здесь встали, будем завтракать. И может быть даже купаться. Встали, встали, встали. Едем в сторону Каппадокии. На сколько нам воды хватило? Где на 4, наверное, хватило. 35 литров нам хватает на 4-5 дней. Опять идем на рынок. В общем, вот такой огромный арбуз. Целый пакет помидор, огурцов, клубники, каблок. Все это стоит 260 рублей. Это все, что вам нужно знать про цены в Турции. 260 рублей, это... Я даже не знаю, что на 260 рублей купить можно. Даже четверть арбуза этого не купишь в России. Зеленая, это платная дорога. Синяя, бесплатная. Мы побывали в Мартини. Побывали мы также в Ульфе. Сейчас едем ближе, в Каппадокии. Ну туда вот. Оттуда мне надо будет улететь в Одессу. Ну, точнее, не оттуда, а скорее всего из Анталии. Начало было похоже на Кровосток, да? Биография, типа, эта. Подождевая туча опять висит ногами. И будет тапит дрон, дождь, молния и что-то за еще что-то. И в оригами. ПЕСНЯ Очень грустный трек Под него сидеть, плакать у окна Потому что трек, очень грустный трек Заставляет думать о плохом. Сразу, да. Фальшивлю жуткая, не зная мелодий нифига. Рэп получается... Алло, это МТС. Расскажите про ваши новые тарифы. Вред настроение синий. В глазах Мартини, а в руках... ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы поднялись к крепости Гюлек. Дорожка здесь так себе, особенно в дождь. Это на первое место, где нет асфальта, еще и глина довольно скользко. У нас даже дождя, надеюсь, не будет, и мы спокойно спустимся. Сама-то крепость не особо интересна, а вот вид, который с нее открывается на Киликийские ворота, он крутой. Для этого мы сюда и забрались. Будем ждать утра и погоды. Очень холодно. На улице 8 градусов. Мы в облаке, там Муэддин зазывает на намаз. И там тоже. Не дождались, что дождь кончится, вот так вот сурово греемся вокруг горелки Фаар Мэппл. Это почти джетбойл на китайский вариант. В такой красоте мы проснулись. Очень холодно, на улице 8 градусов. Это незаметно, потому что очень красиво. Вон заяц, вон заяц, вон сижу дерево. Вчера ночью камешками я прижал все это дело, а то немножечко страшновато было. Очень крутое место. Несмотря на то, что было холодно, а что на сегодня все равно не грели, наше ложе. Дожди, дожди. Сколько можно уже этим дождем идти? 45 минут. Как время-то утром быстро летит. 7.45, мы идем на крепость наверх. Субтитры сделал DimaTorzok Варламов, ты в Турции? Варламов, ты в Турции? Да, почему не? Возьмем. Где ты? Руссия. Россия, окей. Варламов, мы нашли тебе двойника и мы знаем, где его искать. Я был в Москву. Опять облака пошли. Сколько ж можно-то? Едем с Руни Шехира, Каппадокия, все эти вот Гюреме, Хаймаклы, Монастырь Стелеме. Все это у нас впереди сегодня и завтра. На платном участке есть такие зоны типа парковых, где есть маркет, заправки и туалет. Так вот, либо местные владельцы этих маркетов, либо как-то еще, я не знаю как это происходит, но они видимо договорились с дорожниками и те перекрывают дорогу, вот основную три полосы эти в одну сторону и делают заезд обязательным через них. То есть ты притормаживаешь и проезжаешь как бы, если представить заправка, да, и вот если бы на нашей трассе была дорога-дорога, и потом бы эта дорога перекрыта, и единственный проезд через заправку. То есть у нас все замедляется и через нее проезжают. То есть шанс того, что кто-то остановится и позавтракает, пообедит, ну в общем что-то купит, повышается. Ну, такое, не знаю, не знаю к этому относиться, но такое есть. У нас мороженки. Бор к сараю. Нигде. Где-нигде. В то время дынки. А дынка такая. Сюда идя ко входу, увидели очередь. И Касси очередь стоит. Мы решили, что сегодня воскресенье, и поэтому не стоит нам туда ситуаться сегодня и сделаем это завтра. Мы встретили вывеску Макдональдс. Все. Точно уже, сто процентов уже. Хотя вот и эту Турцию называют другой. Но я считаю, что это уже обычная Турция. Туристическая. Везде народ очень много. Китайцы все уже видели, наверное, штук пять разных групп. В общем, везде уже все туристическое. Это Каппадокия. Здесь мы протусим сегодня и завтра. Ой, сколько здесь народу. Место офигенное. Природа круто постаралась. Но я думаю, должна быть какая-то квота по количеству посещений этого места. То есть, например, если хочет, то турист сюда попасть. Например, зимой за год заранее оставляет заявку и ему разрешение на въезд. Да, разрешение на въезд. И чтобы количество в день было определенным. Чтобы вот это все не становилось балаганом. Потому что мы даже сегодня подошли, а я уже вот это слышу. Вот честное слово, вот посмотрите еще раз предыдущие десять дней. Не смотрите вообще эту серию. Не надо вам здесь вообще ничего делать. Просто посмотрите фотографии из Каппадокии и все. Просто смотрите, сколько автобусов стоит. Просто представьте, сколько есть людей. В общем, не стоит того. Хоть и вход бесплатный сюда пока, к этим феям-домоходам. Но я хз. В общем... Наверное, если прилететь сюда из России на самолете и увидеть все, что здесь вокруг происходит, то, наверное, это будет интересно. Но если вы до этого проехали восточную Турцию, вдоль границ с Ираком, Ираном, Сирией, Азербайджаном и Арменией, и еще и подобрались почти вплотную к Ливану, то все, что вы здесь увидите, вам покажется очень тусклым и перенасыщенным вот всем вот этим людским дискомфортом, вот этими верблюдами, свадьбами, всей этой движухой и... И всем, вот всем вот этим. Это вот очень похоже на городской парк в день города. Санкт-Петербург! Санкт-Петербург! Вот что хочется сделать после посещения этого места. Просто бежать! Я, честно, уже начинаю скучать по тем местам прекрасным, в которых мы были, и... И... И мне будет очень не хватать. Следующий наш пункт, это какой-то self-open. Я так хочу видеть. Спасибо. Тааа! В общем, сегодня Каппадокию мы посетили Ни много, ни мало Часа три мы протусили Верблюды, лошади, свадьбы, шумгам Ну, в общем, если по-честному, не советую места эти вопросы Рэпчик, Алена Не, ну сказать плохо про эти места нельзя Нет, тут красиво вообще Но их очень много Вот это, ты понимаешь, что это гроб, да? Побывали мы в Zulf Air Open Museum Нехрен тратить время И народу-то тут поменьше Народу поменьше, потому что здесь стоянка 3 лиры и вход 10 Вот вам и отсутствие такого количества народа Мы потратим на это все время где-то около полутора часов Сейчас быстренько, наверное, долетим до Гюреме Если оно еще не закрылось, то будет замечательно Мы там все посмотрим и закроем этот вопрос Вы не поверите, он точно такой же, как Zulfi, только больше И к нему можно прямо на машине подъехать Едем к панораме, к Viewpoint То есть с панорамному, я так понимаю, точке обзора Всего этого неистовства Так Еще раз, еще отдам 2 лиры В общем, все тут чипят, все сидят Как-то так Каппадокия Очень красивое место И если от наших комментариев сложилось впечатление, что ее можно не посещать То это, конечно же, не так Но если вы любите природу, а не шум и гам То повторив наш маршрут, у вас будет точно такое же строение, как и у нас Поэтому вот вам парочка советов, чтобы поездка оказалась приятной и не нудной Во-первых, посещайте только один парк И только тот парк, в котором платный вход И будьте еще лучше, если он будет менее популярный, чем остальные Например, выбирайте Open Air Museum вместо Гюреме Почему только один парк? Да потому что посещение одного парка – это на 90% посещение всех остальных Отличия, безусловно, есть Например, шляпки у грибов Где-то побольше, а где-то они похожи на кое-что иное И поэтому находятся в долине любви Но поверьте, лучше сэкономить время и деньги И посетить парочку других мест, о которых я расскажу вам чуть позже Третье Обязательно заедьте в розовую долину на закате Четвертое Останьтесь в долине на ночь Хоть в машине, хоть в палатке Уже завтра с утра вы поймете почему Мы планировали, что в Каппотаке пройдем три дня Но справились за три часа Единственное, что мы не успели сделать, это вот туда вот съездить к крепости Учхисар Ну, в принципе, и отсюда видно Там вот в пещере живут люди, видимо У них горит лампа И костер они жгут Вон там остановились Такие же, как мы, в лагере И за холмом там еще Такие же, как мы Так вот, три часа мы справились У нас завтра осталась только эта крепость И мы уже поедем Вернемся обратно в Каймаклы, в пещеру Рассмотрим ее или в Деринкеве уже Посмотрим по народу И после этого в сторону Анкары поедем Заедем в монастырь Селеме И каньон Ильхара После этого уже поедем в сторону Стамбула И в Грецию Планировали мы изначально пройти по побережью И подняться вверх в Стамбул Но планы изменились И мы по Турции сделаем восьмерку То есть сейчас ее покинем Уехав в Грецию на 20 дней И потом, вернувшись по побережью В тое Средиземного моря Эгейского Уйдем опять же на Через Каппадокию Наверх к Черному морю Кусочек мы там не посмотрим Из-за этого изменения морфрута Но там не такие уж важные места Итоговый вывод, я думаю Алян Цена согласится Что делать в Каппадокии Как вот люди собираются сюда на неделю Или еще как-то, ну просто нету смысла С утра мы встали в таком месте Что увидим воздушные шары Которые поднимутся в небо Нас ждет чай Вот он уже стоит, уже готовый Печеньки, шоколадка Это, кстати, российское все Все российское Да, это ничего турецкого нет Ничего турецкого нет Все турецкое съели Вот оно, Каппадокия Вот они, воздушные шары Вот оно, утро Встать где-то не в 5 утра В общем-то Если в 5 утра встанете То все увидите Очень холодно Даже боюсь представить Как холодно Вот прям вот тут пролетают они Все фоткаются Было ничего так Это стоит того Но вот это место Прям вот лучшее, я думаю Для созерцания всего этого Сверху на коптере я поднялся Ну, не так было Конечно, возможно Из шара это все по-другому выглядит Типа вау-вау-вау Но вот на коптере я поднялся Выше всех шаров Посмотрел на них сверху Ну, такое Тишина Поют птички И мы такие вот сидим Тут На краю обрыва Сюда вот если Кинуть эту палку Ее уже все равно Тишина Сюда Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все точно то же самое Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приехали в Камаклы И здесь никого Только грустные продавцы И больше никого Ничего, напоминаю еще вчерашний хаос Они с тобой попали туда, где можно полазить Тут занятно Палом видел ищут шава А, в полиционном шахте Тихо Ой, нельзя такое Охренеть Охренеть Тут довольно узко и тесно, но так интересно. Представите, что здесь было вчера. Какой здесь стоял шум, как это было неприятно. Они в садах просто такие боковые, боковые, боковые. Так что если поесть в Кремакуэ или в Деринькуэ, обязательно не в выходной день, когда поменьше туристов. Законим. Представляю, каково было тем, кто открыл эти пещеры, когда он вернул диск какой-нибудь из земельных входов. И он такой просто зашел. Тут, наверное, еще мертвые дискелеты лежали, наверное. Если не ошибаюсь, это были в 1900 каких-то там годах, когда чувак просто за домом своим, там разрушила стенка, и за домом он обнаружил. Это food storage. А, вот здесь хранили еду. Прикинь. Вот что, бассейн. А правда, сколько уходим? А ванна, где у них? А туалет. Если они боялись выходить, естественно, все нужно было сделать, делать внутри. Телепортерщик. Телепортерщик. Телепортозерщик. Это было круто. Фокус на миллион просто. Интересное место и стоит на него потратить время даже скабу мало. В детстве я просто жила бы тут. А еще там прохладно. Поэтому, когда очень жарко на улице, это идеальное спасение Джерри. Погнали за Матарином. Пришел момент Дэндурмы. Ну, ничего. Сейчас даже как-то не очень мне понравилось, сейчас получше. Три лиры это 40 рублей. Из-за того, что внутри смола, он такую форму приобретает, когда ешь его. И не течет. Три лиры это 50 рублей. Три лиры это 50 рублей. Кузнявый печень. Молоденький печень. Паковки каких-то мини-чипсов, назовем это так. Пять лир, собственность. На заправке. Пять лир. Считально, на заправках у них цены не отличаются, видимо, особо от магазинов. У нас осталось 53 минуты, чтобы доехать 7 километров и изучить монастырь Селеме, иначе он закроется. Мы доехали до монастыря Селеме, по словам парковщика, и снимали один из эпизодов Звездных войн. Комната? Ничего, комната у кого-то была. Вообще, если бы мы не торопились, то остались бы в этих местах на подольше. Но так как планы изменились, и нам нужно было торопиться в Стамбул, то особого выбора у нас не было. Но, безусловно, каньон Эль-Хара, по дну которого можно дойти до монастыря Селеме, стоит включить в список мест для посещения в Каппадокии. Билет на две эти точки общий и стоит 10 лир. Ну а уж если вы поклонник Звездных войн, то сами знаете, что... Должен чувствовать силу вокруг, между тобой, мной, травой. Макрояль. Бургер, мангал-бюргер, макрояль, квартер-паундер, дабл макчикен, дабл крафтер-паундер. Чего-то подобного Биг Мака я не вижу. Макрояль, наверное, сам мой отнор Макрояль. Что в эту стоимость входит кока-кола и картошка. Здравствуйте. Ты говоришь в английском? Нет. Два. Один. Макрояль. Каридес-вардир. Большая картошка, большая кола и макрояль, типа, нашего Биг-теста. Спасибо. Спасибо. Итак. Здравствуйте. 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 Я не говорю турки. Ты не говоришь в английском? Турки, нет проблем, нет, нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Мы едем и идем. Спасибо. Алман? Должстан? Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Отель. Отель. Доннери. 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 Карстан. Не понимаю друга, но все хорошо, я видимо. Хорошо. Друзья. Друзья. Путин. 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 Тай, Путин. Доннери. 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 Окей. Ты чай и... Итери мисей, япим. Ага. Чай. Окей, спасибо. 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 Нет, не курим. Спасибо. Так, надо сказать вам большое спасибо, наверное. Прощаться. Шанслар. Шанслар. Хотя пишется шанслар, а читается совсем в другом. О, машине сидит. Шанслар. Окей-то. Часикуляешь? Часикуляю! Это во всем мире, вообще ли, такие добрые? Мо текст так себе, но я с Рикой не дружу. Поэтому еду и, в общем-то, не жужу. Не дружу. Сидит в самой рядом, со мной рядом, чувак в птичатой футболке. Точнее, это рубашка. Ну, в общем, тяжко. Это премьера. Это в трючок сейчас. О Турции для вас. О том, что стоит побывать здесь хотя бы раз. И с горы, реки и моря радуют наш глаз. И песни звонкие созывают на намаз. Мы видели дома-невоскребы и мелкие лачушки. На улицах нам мило улыбать арабские девчишки. Мы ели местную еду, готовили мультиварочки. Пока не подошли тучи и не подготовили нам дождливые подарочки. Мы были в красивейшем ордине, гуляли улочками урфы. Там милые ребята подарили нам четкие. Спасибо вам, ух ты, теперь нельзя в машине. И радует наш глаз. Напоминаю, как приехали в Шанны урфу как-то раз. Ну вот пора заканчивать. Трючок пятисекундный. Написан только о ленте, и он и смысл сиюминутный. Зато все мысли высказаны, и речь написана. Готова. Желаю больше путешествовать вам. Будьте здоровы, будьте здоровы, путешествуйте в пятом. Турция forever, в наших сердцах. Вот это лишнее ощущение было. Субтитры сделал DimaTorzok